В Пушкине прошел круглый стол, посвященный проблеме религиозного экстремизма. Представители национальных общественных организаций и люди разных вероисповеданий обсудили влияние крайних взглядов и методов на правильные представления о нациях и культурах нашей страны. На обсуждении в Пушкине встретились представители трех основных религиозных направлений — христианство, ислама и иудаизма. Религиозный экстремизм негативно влияет на сознание людей, считают эксперты. Для его предотвращения проводится большая работа как внутри диаспор, так и за их пределами. Имамы, священнослужители мусульманских общин ведут работу с местным населением и мегарантами по духовно-нравственному и интеграционному воспитанию и осуществляют большую работу по противодействию религиозному экстремизму. Пушкинский район для проведения круглого стола был выбран не случайно. Именно здесь расположен единственный в Подмосковье интернациональный дом дружбы. За время его работы провели множество мероприятий, в которых участвовали представители всех национальностей. В рамках этого круглого стола обсуждали главное — причины появления экстремизма и пути решения этой проблемы. Изменились условия в мире — и социально-экономические, и политические условия. И, к сожалению, не всегда они меняются в лучшую сторону. А экономическая база — это основа того, на почве которой возникают всякие экстремистские течения. Это не важно, к какой религии они принадлежат. Важно, что они пытаются за счет других людей решать свои личные проблемы. Также Виталий Замарахин отметил, что борьба с религиозным экстремизмом займет не один год. Это постоянная работа, которая не должна прекращаться. В рамках круглого стола были намечены планы на следующий, 2018 год. В основном это будут мероприятия, направленные на взаимодействие людей разных религий, наций, которые живут в Подмосковье. А также будет продолжена работа по адаптации мигрантов. Мария Антонова, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова